МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. Главная новость дня. Сегодня президент России Владимир Путин назначил Михаила Игнатьева временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики. В указе говорится, в связи с заявлением главы Чувашии о досрочном прекращении полномочий принять отставку Михаила Игнатьева по собственному желанию. Этим же указом Владимир Путин назначил Михаила Игнатьева временно исполняющим обязанности главы Чувашии. До вступления в должность лица избранного главой Чувашской Республики. К другим новостям. Еще до появления указа Михаил Игнатьев принял участие в заседании регионального совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в ПФО. Главная задача статистиков – подготовить необходимые материалы для характеристики развития экономики, культуры и уровня жизни народа, наличия материальных, трудовых, финансовых и природных ресурсов в стране. Именно такие исследования дают сведения о численности населения, о занятости, о миграции, наконец, о количестве родившихся, чтобы впоследствии планировать, сколько необходимо построить детских садов, школ, домов и больниц. Я полагаю, что впереди очень много работы и задачи, поставленные президентом Российской Федерации, законодательные нормы уже приняты, это сельхозяйственная перепись в 2016 году, микроперепись, да, население, которое проводится в этом году, дальше, соответственно, сплошное наблюдение деятельности малого и среднего бизнеса. Почему это делается? Потому что нам надо знать реальную картину. Одним словом, можно сказать, без вас мы не можем дальше двигаться. Экономический кризис, стат исследования особенно востребованы. Развитие спрос на информацию очень высокий. И еще одна причина, почему растет спрос на наши данные, поручения нам, почему растет, приходит буквально каждый день из администрации президента, от самого президента чаще всего. Это потому что похоже, что все-таки вот с каждым годом доверие к данным статистики растет. Представители территориальных органов статистики обсудят вопросы проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в 2016 году, и Федерального наблюдения социально-демографического обследования микроперепись населения. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. В Республику поступают дополнительные инвестиции из федерального бюджета. В частности, речь идет о финансовых вливаниях в дорожно-строительную, природоохранную и туристические отрасли. На что будут использованы средства в нашем сюжете? Солидный транш, почти полмиллиарда рублей, полагается Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашия. Средства распределены между двумя направлениями. Предусматривающих осуществление особо крупных и важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов в сумме 191 миллион. Это три объекта по городу Чебоксар, реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до шести полос, 98 миллионов с федерального бюджета, общая сумма с учетом Дорожного фонда Чувашской Республики, 182 миллиона рублей. Второй, реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе, где работы ведутся. И третий, это строительство проекта Айги и двухуровневой транспортной развязки, проект проспект Айги, улица Пучика в районе Сугутского моста. 43 миллиона это федеральный бюджет и с учетом Дорожного фонда Чувашской Республики 117 миллионов рублей. Второе направление это развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения в сумме 300 миллионов рублей. Один из самых важных и объемных проектов строительства комплекса по переработке и захоронению твердых бытовых отходов находится в стадии реализации. В него уже вложено порядка 635 миллионов рублей. К первому сентября сумма инвестиций составит 1 миллиард 183 миллиона. В результате реализации проекта будет создано 300 дополнительных рабочих мест, а также предполагается увеличение валового регионального продукта за счет производства продукции историчного сырья. Развитие туризма. В Чувашии предусматривает создание рекреационного кластера «Этническая Чувашия». На его реализацию с федерального бюджета только в марте-апреле поступили свыше 400 миллионов рублей. На развитие инфраструктуры, дорожное строительство и освещение. Также при содействии Минкультуры Чувашии и Канарской епархии, Русской Православной Церкви, Некоммерческой Организации Возрождения Духовно-Просветительских Центров Чувашской Республики подготовлена и направлена заявка на сумму 15,6 миллиона рублей на участие в реализации федеральной целевой программы «Укрепление единства Российской Нации и этнокультурное возрождение». Заявка поддержана. И в 2015 году 15,6 миллионов финансовых средств мы получаем. Эти средства будут направлены на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения в здании бывшей учительской семинарии. 1915 год, город Канаш. Предусмотрены дополнительные средства и на реставрацию таких исторических объектов, как Дом крестьянина, Веденский собор в Чебоксарах, Тихвинский женский монастырь в Цивильске. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. 12 июня в стране отмечают День России. В столице республики хотят сделать праздник грандиозным и запоминающимся. В парке «Пятисотлетие» и на Красной площади жителей и гостей столицы ожидает концертная программа, развлекательные конкурсы и выставка мастеров народного творчества. В качестве основного события на главной сцене 12 июня пройдет церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Помимо главных площадок празднования задействованы центральные улицы, города, дворы и муниципальные учреждения. Как никогда мы здесь должны провести его массово, организованно, патриотично, интересно, ну и празднично. Сделать горожанам, ну и жителям, гостьям столицы Чувашской республики праздник. Мы говорим, что в городе запланировано более 40 общегородских мероприятий. Ну вот мы здесь главным районом говорили и более 40 мероприятий во дворах. Уровень безработицы в Чувашии с начала года сократился на 10%. Напряженность на рынке труда 0,3%. Иными словами, на каждого соискателя приходится 3 вакансии. К началу лета на учете в службе занятости числились чуть более 4,5 тысяч безработных. На сегодня работодателями Чувашии заявлено о наличии 15 200 вакансий, более 70% из которых составляют рабочие профессии. Республиканская программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Чувашской республики на 2015 год предусматривает целый комплекс мер. Средств на их реализацию достаточно. В текущем году на финансирование мероприятий государственной программы предусмотрено направить 459,4 миллиона рублей, из которых 214,7 миллиона рублей – это средства федерального бюджета, 244,7 миллиона рублей – средства республиканского бюджета Чувашской республики. За 5 месяцев текущего года на реализацию мероприятий направлено 166,3 миллиона рублей – это 36,2% от годового объема финансирования, из которых 87,9 миллиона рублей – средства федерального бюджета, и 78,4 миллиона рублей – средства республиканского бюджета Чувашской республики. Программой запланировано, что в мероприятиях примут участие более 83 тысяч человек. Чебоксарский речный порт возобновил пассажирские перевозки до заводжья. Кроме рейса на пляж, в этом году появился маршрут Чебоксары – поселок Сосновка. С ежедневно все желающие могут отправиться с речного порта по прогулочным линиям. С 6.30 утра до 7 вечера каждый маршрут выходит в рейс три раза по будням и четыре по выходным. В каждом рейсе от 6 до 8 пассажиров. По соглашению с городской администрацией стоимость проезда за взрослого человека снизилась. Переправиться на другой берег можно за 65 рублей. Детям необходимо оплатить половину. Каждый год все суда проходят косметический ремонт. Случаев нарушения дисциплины в этом году не было. Народ более дисциплинированный. Все правила поведения, расписание и как вести себя пассажиром, где находятся спасательные жилеты, спасательные приборы, все мы им разъясняем по ходу рейса. И все это наглядно написано, все это доступно. Лентинформагент по всей стране пестрят заголовками о том, что маленькие дети выпадают из окон. Оставшись без присмотра, малыши подходят к окну и из любопытства уже через секунду случается беда. Следователи возбуждают уголовные дела и наказывают родителей. Как не допустить трагедию в нашем репортаже. Окна в квартирах – серьезный источник опасности для маленьких непосед. Дети слишком любопытные и слишком неопытные, чтобы оценивать риски. На данный момент на рынке множество устройств защиты от самых простых до достаточно сложных. Расскажем о самых распространенных блокираторах окон. В комплекте с этим идут саморезы для установки, графитовый наконечник для отметок, ключ, чтобы закрыть окно на замок. Одна часть блокиратора крепится непосредственно к окну, ответная – к раме. Закрыв ключом, мы теперь не можем открыть эту створку на распашку. Мы можем только откинуть на проветривание. Все. Теперь мы обезопасили себя и своих детей. Открыв замок обратно, мы точно так же пользуемся створкой. Эти небольшие детали могут спасти жизнь ребенку. Стоит ли раздумывать, ставить блокиратора на окна или нет, когда речь идет о безопасности ребенка. Тем более, что стоит эта безопасность всего несколько сотен рублей. Если в прошлом году были единичные случаи заказа блокираторов окон, то в этом каждое четвертое, пятое окно идет с запирающими устройствами, говорят менеджеры одной из фирм, производящей окна. Мои коллеги, родители шестилетней Даши Шоклевой, блокиратора установили вместе с новыми окнами, когда дочка еще толком ходить не умела. Так сказать, на вырост. Окошко не открывается, Настя, потому что его закрыли на ключ, а ключ спрятали. Чаще всего люди оставляют окно открытым, когда они сами дома с ребенком. Но это не спасает. В большинстве случаев в квартире находились даже не по одному взрослому. Однако ребятам хватило нескольких минут, чтобы влезть на подоконник. Москитная сетка создает у малыша иллюзию заграждения, но она не способна выдержать даже такой маленький вес. Если же окно с блокиратором, родителям не требуется постоянно держать свое чадо в поле зрения. Спокойно совершенно, когда ребенок один в комнате, зная, что никто без тебя окно открыть не сможет, и все хорошо. Окно открывается только в режим проветривания, на распашку не открывается. И открывается только взрослыми при помощи вот такого специального ключа. Думать, прежде всего, о безопасности детей и на все возможные окна, которые могут быть только в квартире, которые могут открываться детьми, на кухне, спальне, на балконе, мне кажется, должны обязательно стоять такие вот блокираторы. Поставить блокираторы можно не только на новые окна, но и на старые. Причем не обязательно искать фирму-изготовителя. Можно обратиться в ту, что ближе. Установка блокиратора займет пять минут. И не забудьте спрятать ключи в недоступное для детей место. Как это сделал Андрей? Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Алексей Сусликов. Республика. Кто хорошо работает, имеет право на отдых. Чуваши издревле после весенних полевых работ устраивают себе небольшую передышку. Праздник Акатуй прошел в Татарстане. Так уж сложилось, что Држановский район граничит с нашей республикой и 40% жителей по национальности Чуваши. Поэтому это единственный район Татарстана, где Акатуй празднуют с полным размахом. Здесь традиции и той, и другой национальности чтят как свои. Сегодня на территории Држановского района можно увидеть толерантность в полном смысле слова. Если вы приедете в районный центр, то увидите то, что строится параллельно. Сразу два храма. Православный храм и мечеть, соборная мечеть. И, конечно же, мы хотим уже открыть и соборный храм в этом году, и соборную мечеть тоже хотим построить. Это самая главная мечеть будет на нашей территории Држановского района. Каждый, кто пришел на Акатуй, помнит свои корни. Народные костюмы, песни, танцы, ремесла. Участникам праздника удалось воссоздать все традиции чувашской культуры. Незабыта и национальная борьба на поясах кирижу, которая сейчас становится популярной среди молодежи. Этот праздник соединил в себе не только тружеников поля, не только тружеников колхоза, а всех граждан, всех жителей села, других сел, всего района, можно сказать. И этот праздник впервые у нас за 50 лет. Мы очень рады, мы очень... Вот сегодня такое настроение у всех. Всех увидели, кого сто лет не видели, может быть. И, конечно, всем спасибо. Еще по одной традиции на Акатуе все жители собираются в большой хоровод. Как символ единения народа во имя общей цели – вырастить хороший урожай и не знать голода весь следующий год. Ведь совсем скоро к полевым работам нужно будет вернуться с новыми силами. Анастасия Алексеева, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Народная артистка РСФСР и Чувашская АСР Нина Яковлева отмечают свой юбилей. В Национальном музее открылась выставка, посвященная творчеству актрисы. Бриллиант Чувашской театральной сцены. Так говорят они не Яковлева, ее друзья и коллеги. И с этим трудно не согласиться. Ее талант уникален и многогранен. В этом смогли убедиться гости, которые пришли на открытие выставки. Личные фотографии артистки, сценические костюмы, театральные афиши, предметы рукоделия и коллекции фарфоровых балерин. Все самое дорогое сердцу Нина Михайловна предоставила музею. Этой выставкой я решила поделиться частичкой своей жизни, себя, можно сказать. Огромный труд вложен в эту выставку. Так с любовью работаю. Я просто восхищена работниками музея, как они бескорыстно работают. И я очень рада, что сегодня у меня мои друзья придут, мои коллеги придут, любители театра, мне кажется, придут уже, вот, собираются. И я очень, у меня радостный день сегодня. А коллег, друзей и поклонников ее творчество собралось немало. Нину Михайловну знают и любят не только в Чувашии, но и за ее пределами. Актриса уже более 50 лет служит родному театру. За плечами сотни различных ролей в постановках и спектаклях. Она на самом деле очень талантливый человек. Она может в разных жанрах и комедии, рассмешить людей. И в драмах у нее все отлично получается. Поэтому народ любит, зритель наш любит Нина Михайловна Яковлева. Она на самом деле у нас одна из лучших актрис. Такие выставки в Национальном музее проводятся часто. Ведь они дают возможность любителям искусства больше узнать о закулисье театральной жизни. И привить любовь к сцене. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. Увидимся в эфире Национального телевидения Чувашии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова